Нынешний экономический кризис Может быть, я успокою жителей Ахинского района, поскольку мы в районе рискованного завоза находимся, и мы часть медикаментов запасли, в том числе и импортного производства, но их небольшое количество надолго, в общем-то, ахинцам не хватит А на сколько их хватит? Ну, некоторых позиций может до весны, а некоторых, которые очень легкие медикаменты, которые мы старались завозить авиагрузом, их очень мало, может быть, до конца этого месяца В этой ситуации предприятия фармации все более активно будут искать возможность для закупок лекарств у отечественного производителя, но целому ряду препаратов найти замену в пределах России уже нельзя Только из-за рубежа можно завести астматические, остеохондрозные, аллергические, обезболивающие лекарства Очень много, допустим, ахинцы использовали импортных препаратов противокашлевых Я думаю, что в таких условиях можно и без них обойтись У нас выросли дети на наших отечественных препаратах, мы их лечили, очень много у нас трав лекарственных, много будем готовить мекстуры, всевозможные порошки от кашля Также обстоит дело с каплями в нос, ну будем закупать импортное производство, ну небольших количеств, будем сами готовить мази и капли, поскольку у нас производство еще есть, мы в состоянии приготовить Тем более, что препараты для этого есть у нас по старым ценам, цены будут небольшие Онкологические больные у нас находятся только на долечивании, обезболивающие препараты только импортные и естественно все это ляжет на бюджет, на больницу Есть отечественный анальгин производство, но он малоэффективный препарат, да и то он изготавливается из импортного порошка анальгина, поэтому цены на него возрастут тоже где-то на 70% Поэтому, а вот другие спазмолитики и обезболивающие ненаркотического характера производятся только за рубежом Потом, что касается сахарного диабета, тоже все импортные лекарства были сахароснижающие и очень они были дорогие А сейчас это будут астрономические цены на них, это все тоже ляжет на наш местный бюджет, поскольку все препараты сахароснижающие выдаются в больнице Есть альтернатива им, сейчас начали изготавливать у нас бренцалов, это ферейн в Москве, они сахароснижающие, но эти еще у них небольшое производство, линия только открыта в прошлом году Но со временем может быть все-таки это наладится, расширится производство, может быть и что-то изменится в лучшую сторону В городской аптеке имеется еще достаточный запас витаминов и лекарственных препаратов Но уже через полгода многие зарубежные вещества будут заменены отечественными А цены на остальные иностранные препараты, скорее всего, поднимутся процентов на 70 Так что в недалеком будущем мы с вами за неимением денег от всех болячек будем лечиться анальгином, цитрамоном, аспирином, парацетамолом, старыми добрыми советскими лекарствами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok